МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По состоянию на 22 апреля коронавирусом в России заразились 57 тысяч человек. У 43% новых инфицированных нет клинических проявлений болезни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские частные лаборатории планируют в ближайшее время запустить экспресс-тесты на определение содержания в крови антител к коронавирусу. Результат можно будет получить за 15 минут. Производители соли сообщают, что рост заказов на их продукцию увеличился на 20%. Ранее Минздрав порекомендовал россиянам промывать нос соляным раствором для профилактики ковид-19. Власти Сиднея ослабили ограничения, введенные в связи с эпидемией, и открыли три городских пляжа. Местным жителям разрешили проводить на них время, только активно двигаясь, гуляя, бегая или плавая. Дональд Трамп заявил, что власти США приостанавливают выдачу грин-карт иммигрантам на 60 дней. Эта мера поможет безработным американцам трудоустроиться после окончания карантина. Для преодоления экономического кризиса, усиленного эпидемией коронавируса, КПРФ предлагает конкретные шаги, в основе которых опыт советской страны. Об этом на Всесоюзном онлайн-собрании, посвященном 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, заявил лидер Компартии Геннадий Зюганов. В своем выступлении он также привел примеры, подтверждающие действенность подходов, которые предлагают коммунисты. У нас с вами уникальный опыт планирования и развития крупнейших регионов. Левченко показал, в Иркутской области в 24 года можно удвоить бюджет. У нас с вами есть уникальный опыт создания народных предприятий. Они сегодня лучшие в стране. Давайте вместе поблагодарим наших талантливых руководителей Грудинина в совхозе имени Ленина. Это лучшие предприятия в стране. Геннадий Зюганов подчеркнул, что совхоз имени Ленина – это современное коллективное хозяйство, где успешный бизнес сочетается с заботой о людях и суперсовременными технологиями. Павел Николаевич сумел убедить, что надо заложить основные средства в общий капитал. На базе его организовать современные производства, лучшую социальную сферу. И все сделал для того, чтобы это хозяйство стало самым передовым, самым интересным и самым благополучным. Я благодарю за мужество всех трудников этого хозяйства. Вокруг него уже шестая группа рейдеров и мерзавцев ходит. И заявит, что мы, народно-патриотические силы Компартия, не дадим другаться над этим уникальным хозяйством. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин поблагодарил КПРФ за помощь в защите предприятия от рейдерских атак. Он напомнил о том, что история совхоза тесно связана с именем Ленина. И трудовой коллектив, достигая передовых показателей, ориентируется на идеалы, провозглашенные вождем мирового пролетариата. Самая высокая заработная плата в России в сельском хозяйстве – это совхоза имени Ленина. Самые высокие показатели урожайности овощей, картофеля. Самые высокие показатели производства земляники, а мы крупнейшие в России производители вот этой красно-революционной ягоды земляника. Все это – наш совхоз. Мы являемся законодателем с точки зрения специальной ответственности бизнеса. Самые высокие опыты пенсионеров, самые защищенные дети. У нас бесплатные кружки. Помогаем всем ветеранам нашего совхоза и работникам совхоза получать медицинские услуги. Мы построили великолепные детские сады. Все это мы делали, исходя из того, что мы живем по лейдерским принципам. Павел Грудинин также сообщил о том, что совхоз выполнил свои обязательства перед Компартией и завершил к юбилейной дате строительство многофункционального спортивного комплекса с четырьмя бассейнами и аквапарком. Все дети совхоза и пенсионеры будут ходить туда бесплатно. Это как раз тот объект, который мы дарим нашему населению в честь дня рождения Владимира Ленина. Геннадий Зюганов выразил благодарность участникам собрания за верность общему делу. Мы идем ленинским курсом, мы отставим высшие идеалы, идеалы российской государственности, советской справедливости и высокой народной духовности. Еще раз поздравляю вас с прекрасным юбилеем, 150-летним с дня рождения Владимира Ленина.